Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами уже ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фонда о рынке. Ну и сегодня главное событие, конечно же, это перенос дивидендов Сбербанка. Поговорим, как в общем ведет сегодня рынок, как ведет наш портфель. Ну и, конечно же, пару слов, скажем, о нефти и о долларе. Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, по традиции мы с вами начинаем с фондовых рынков. И вот ситуация сегодня на фондовых рынках не такая однозначная, как была вчера. Позитив вчерашний так немного улетучился. Сегодня рынки торгуются разнонаправленно. Если Азия закрылась более или менее в плюсе, то вот европейский рынок и наш, они сейчас идут в кардинально противоположных направлениях. Мы смотрим на немецкий DAX, он теряет полпроцента, британский FTSE там вообще больше процента. А вот наш рынок прибавляет как раз таки полпроцента на половину шестого вечера. Американский рынок торгуется чуть больше часа и там настроение пока тоже не определено. Торгуется в районе нуля и набирается сил для пробития важных своих уровней. Это 2965 и потом, конечно же, самое главное сопротивление в 3000 пунктов. Но после вчерашнего сильного роста, который показали вчера все фондовые рынки, все были полны оптимизма, сегодня рынкам необходимо просто-напросто отдохнуть. И самая главная задача сегодня не откатиться назад. Но что наш рынок, что американский рынок эту задачу пока выполняет. Но у американцев сессия только открылась. Ну а наш рынок выполняет задачу главное не упасть. Главное удержаться на тех рубежах, которые мы вчера и сегодня уже занимаем. Мы сегодня открылись хорошим гэпом вверх. Об этом я говорил еще в утренней своей статье. Вот в этой, кто не читает, обязательно читайте. Каждое утро пишу настроение рынков и те события, которые могут повлиять на ход торгов в тот или иной день. И в этой статье я как раз таки обратил внимание своих читателей на то, что самое главное это будет решение по дивидендам компании Сбербанк, нашего крупного зеленого банка. И конечно же, если бы решение было принято положительной и не было бы вот этого решения о переносе дивидендов, то наш рынок бы на этом оптимизме пошел дальше вверх. Но, к сожалению, такого не произошло и дивиденды были перенесены. Но у нас даже в закрытом чате возникла большая дискуссия по этому поводу. Потому что многие люди брали акции Сбербанка, привилегированные именно под дивиденды. Многие брали еще даже до обвала мартовского, который случился на фондовом рынке. И среди них как раз таки оказался и я, я тоже тогда брал до обвала их именно акции привилегированные. Если обычка у меня в инвестчасти лежит, она с давних времен там находится, то префы пришлось туда прибирать еще до вот этого большого обвала на фондовом рынке. Но на самом деле я хочу вас всех успокоить. Ничего страшного в том, что перенесли дивиденды не произошло. Банк все равно их выплатит. Но даже если, даже если мы рассмотрим такую ситуацию, то самую ужасную для акции Сбербанка, как многие думают, это отмена дивидендов, ничего страшного здесь не происходит. Мы уже об этом с вами говорили по примеру акций компании Татнефть. Они тоже отменяли итоговые дивиденды за 2019 год. Но мы как раз таки видели ту ситуацию, которая происходила. Акции Татнефть немного упали. Но следом как раз таки они набрали обратно свой вес на растущей нефти, на растущем так называемом рынке. Акции Татнефть, в том числе если отменят дивиденды Сбербанк, они получат государственную поддержку. То есть у них будет подпитка для дальнейшего роста. Здесь я никакого провала совершенно не вижу. Да, конечно же неприятно попасть в ситуацию, когда брал бумаги под какое-то конкретное событие, а тут взяли и тебя немного обломали. Да, такое бывает на фондовом рынке. Согласен. Но ничего страшного не произошло. Сбербанк это не та компания, которая может обанкротиться, может обесцениться, к примеру, как это однажды было давным-давно. Но нет, сейчас ситуация в экономике совсем другая. Ну и Россия сейчас, будем говорить прямо, совсем другая. У нас совсем другая экономика и поставлена она совсем на другие рельсы. Я не то, что защищаю наши власти, но наша страна сейчас более подготовлена к различным ударам по нашей экономике, чем в том же самом 2014 году, либо в том же самом 2008-2009 году. Поэтому, друзья, спешу вас успокоить. Да, обидно, что Сбербанк не примет участие в дивидендном ралли. Мне обидно еще из-за чего? Из-за того, что мы сегодня как раз-таки купили акции Сбербанка в портфель закрытого чата. Там количество, конечно же, небольшое. Там портфель идет в плюс, несмотря на то, что Сбербанк идет в минус. Но мы также туда купили и Газпром. Но вытягивает этот портфель две бумаги. Это Лукойл и Норильский никель. Про Норильский никель я вам всем прожужжал уши, наверное, за те месяцы, которые существует данный канал. И я всегда говорил, что эта бумага играет всегда хорошо на дивиденды. И мы с вами видим, что всю прошлую неделю меня, когда троллили, говорили, никакой никель не пойдет в рост. Мы сегодня видим, вот, по крайней мере, перед съемками видео, Норильский никель готовился брать отметку в 22 тысячи рублей. У него еще два дня, поэтому я думаю, он смело может достигнуть моих минимальных прогнозов в район 23 тысяч рублей за акцию. Конечно же, росту помогает спрос на Палладий. Палладий на данный момент растет на полтора процента. Сегодня тоже он отдыхает после вчерашнего бурного роста. Но если мы посмотрим на товарные рынки, то они все находятся в зеленой зоне, а кроме алюминия. Здесь никаких проблем я не вижу. Поэтому у меня инвестиционная часть, конечно же, немножко пострадала от ВТБ и Сбербанка. Но это два банка, на которые я вроде бы и делал ставку еще полтора месяца назад, когда говорил, что эти два банка будут обязательно выплачивать дивиденды. Но ситуация на рынке такова, что она изменилась кардинально после заявлений Набиулиной о том, что двум как раз-таки вот этим банкам рекомендовано либо отменить дивиденды, либо порезать дивиденды. Банки нашли другое немного решение. Они просто временно переносят дивиденды, надеясь на улучшение ситуации в экономике. И я думаю, что ситуация может измениться к лучшему. Поэтому перенос это еще не отмена, дорогие друзья. И эту бумагу можно смело иметь у себя в портфеле. Но просто ваш срок владения этими бумагами у вас немножко растянулся, и вы немного заморозите денежные средства. Но одновременно с этим хотелось бы вам сказать, что если рынок пойдет в рост, бумаги Сбербанка все равно пойдут отрастать. Здесь переживать как раз-таки ни капельки не стоит. Как же ведет наш портфель? Я вчера выложил свой спекулятивно-публичный портфель. Вот этот портфель. Это вот так он вел вчера. Себя вот так себя вели бумаги. Сегодня бумаги еще лучше себя ведут. Лукоил прибавляет. Ой, Лукоил у нас в инвест части. У нас Nvidia прибавляет. Alibaba прибавляет. Поэтому за счет этих двух бумаг вытягивается весь портфель. За счет Роснефти и Северстали бумаги тоже показывают хороший рост. Да, конечно же, ситуация по вип-шопу вот здесь сейчас непонятно. На момент съемки видео вип-шоп очень сильно проседает. Но проседает он, видимо, еще из-за того, что неизвестна полноценная дата отчета. В очередной раз сервис инвестинг меня подводит. Он пишет то одну дату, то другую дату. На официальном сайте я сегодня не нашел точную дату отчета. Может быть сейчас во время видео ее опубликуют. Ходят различные слухи, когда же там будет отчет. Но пока там небольшой минус имеется. Ну и самый большой минус у меня по портфелю, это, конечно же, составляет компания Boeing. Сегодня было мнение в закрытом чате, чтобы закрыть эту бумагу с минимальным минусом. Когда Boeing находился в районе 139, там он находился, можно было закрыть. Но в минус я резать не хочу. Как говорил Остап Бендер, я идейный борец за денежные знаки. И отдавать просто так, ну, резать лося в той бумаге, которая перспективная, я не вижу смысла. То, что Boeing в рано или поздно он отрастет, это факт. Просто, возможно, произойдет такая ситуация. Я его из спекулятивно-публичной части переброшу в инвестиционную часть. А те средства, которые у меня есть в инвестиционной части, я просто эти средства компенсирую сюда с пекулятивной портфели. Таким образом, у меня Boeing окажется в инвестиционной части. Здесь я никаких проблем не вижу. Эта бумага ликвидная, эта бумага стабильная, сильная компания. И как только более или менее нормализуется вся мировая экономика, Boeing пойдет обратно отрастать. Тем более, он получает заказы. И здесь я проблем никаких не вижу. Да, еще небольшой минус, конечно же, показывает Мосбиржа. Но о Мосбирже мы говорили вчера вот в этом видео. Бумага немножко сейчас отдыхает. Это не та бумага, которая быстро закрывает гэп, как, к примеру, Норильский никель. Норильский никель, тем, кто недавно смотрит мой канал, напоминаю. Эта бумага очень мощная, очень сильная и всегда востребованная на всех фондовых рынках. Ее очень любят американцы покупать. Она очень любит расти как раз-таки после открытия Америка. Но самое главное, эта бумага быстро закрывает свой дивидендный гэп в течение 10 дней. Ведь посмотрите, дорогие друзья, те, кто меня троллят, особенно, все, что пока я говорил за эти месяцы, что существует данный канал, если брать общие моменты, не брать какие-то локальные неудачи, то все идет именно так, как на этом канале вам преподносится аналитика. Поэтому в общих чертах наш портфель плюсует, несмотря на... и опережает рынок намного-намного лучше. Это говорит о том, что правильно подобранные бумаги были в данный портфель. Посмотрите ситуацию, которая происходит с нефтью. Нефть даже немножко удивляет и меня. Потому что я думал на самом деле, что мы будем закрываться по нефти в районе 35 долларов. Это на конец мая. У нас сегодня 19 мая, еще чуть меньше двух недель до конца мая. Сегодня было бы логичнее нефти немножко откатить, но она вместо отката все равно находится на отметке выше 35. И есть такое небольшое складывается ощущение, что она готова расти и дальше. На фоне всего этого очень хорошо ведет себя рубль. И опять-таки бедные мои тролли, кто меня троллит, хейтрит постоянно. Говоря о мифическом долларе по 80 рублей, я не знаю, откуда они берут все время эту цифру. Постоянно, каждый день пишут, что в различных форумах меня пытаются убедить, что будет доллар по 80. И сейчас самое удачное время для закупки доллара. Вот эту фразу, что сейчас самое удачное время для закупки доллара, я слышу с тех моментов, когда доллар был 76, 75, 74. Вот уже 73 мы прошли. Подходим к отметке 72 рубля за доллар. Но никаких почему-то 80 рублей за доллар. Я до сих пор так и не вижу. Мы единожды брали, вот в закрытом чате, по крайней мере, брали доллары для подстраховки. Мы брали их очень дорого. Все этот момент помнят. Это бралось перед финальным заседанием, перед финальной сделкой ОПЕК+. Это было где-то в конце 9 или 8 апреля мы брали тогда еще доллар по 77,5. Потому что тогда рынок находился в таком состоянии непонятном. Он находился в напряженном состоянии, в состоянии неопределенности. Он не знал, что ему делать. Будет ли эта сделка заключена тогда или не будет. Потому что тогда, как два электрода находились в Саудовской Аравии и России, и была вероятность того, что мы не договоримся. Да, мы тогда купили доллары. Да, я тогда решил пойти на этот такой рискованный шаг и подстраховаться. Понимая, что доллар дорогой, я тогда тоже говорил, что доллар уже перекуплен. Но я пошел на этот шаг, подстраховав. Потому что от заседания ОПЕК всего можно было тогда ожидать. Но вы одновременно с этим помните, что мы эти доллары переложили в акции. И они нам принесли довольно-таки хорошую прибыль. Мы тогда вложились и в Теслу, получили с нее тысячу долларов за две недели. Даже меньше, чем за две недели. И тогда как раз-таки вкладывались в компанию NVIDIA. Тоже принесли 200 долларов. То есть мы все доллары, которые тогда подкупали для подстраховки, они на нас работали и принесли нам хорошую прибыль. Да, имеет смысл сейчас, может быть, подстраховать свои портфели и не полностью доверять российскому рынку. Хотя я именно приверженец того, что сейчас наступает время именно для нашего рынка. Можно взять доллары. Но доллары не просто, чтобы они кэшем лежали. Вот как у меня в инвестиционной части они лежат, просто кэшем пока. Потому что я не знаю, куда их вложить. Но я их брал там еще в инвестиционной части. По 63 рубля. У меня все равно прибыль очень и очень существенная. Поэтому у меня есть пространство для маневра. Если кто сейчас решается покупать доллары, то просто-напросто бросайте их на какие-то акции. Вы здесь убиваете двух зайцев. Если рынок пойдет вверх, ваши акции принесут вам прибыль. Если же произойдет мифическое второе дно, которое все меньше и меньше вероятность на сегодняшний день этих моментов, потому что индексы пробили основные такие значения, которые дают понять, что рынок падать не собирается, то если все-таки будет это второе дно, то за счет выросшего котировок на доллар, курса доллара и понизившихся акций, вы все равно сохраните свой баланс. Вот при таком условии, да, это можно делать. Но только так. Не просто брать доллары и чтобы они у вас лежали. Деньги всегда должны работать. Просто-напросто. У меня в свое время была стратегия по доллару. Все эту стратегию знают. Это покупать где-то с первых по 15 числа можно было просто накапливать кэш и потом продавать. Там было кэш, когда с налоговым периодом была там стратегия связана. Но сейчас при таком неспокойном рынке эта стратегия временно не работает. Она будет опять рабочая, эта стратегия, что во время налогового периода, доллары будут дешеветь, после доллары будут дорожать. То есть наоборот, с первого по 15 числа доллары дорожают, с 15 по 30 доллары дешевеют, потому что готовятся к налоговому периоду и обороты долларов все больше и больше. Была такая стратегия, ей можно иногда пользоваться, но не в такое неспокойное время, которое мы видим сейчас. Сейчас рынки очень сильно новостные и очень сильно на них влияют новости. Особенно новости о торговой войне, которые мы видим каждый день, что хоть одну гадость, та или иная сторона в адрес другой обязательно выбрасывают в ленты информагентств. Поэтому сейчас стратегия с налоговым периодом, она себя не играет. И доллар все равно сейчас перекуплен. Если нефть все-таки пойдет в район 40 долларов, она пойдет туда уже в июне месяце должна пойти, то конечно же мы увидим с вами доллар меньше 70 рублей. Поэтому здесь сейчас лучше вкладываться, простите, лучше вкладываться в акции, дорогие друзья. Хотелось бы еще сказать по поводу доллара. Не забывайте, на нашем канале идет прогноз по курсу доллара. Конкурс идет. Ссылка на это видео есть в описании и в закрепленном комментарии. Заходите, пишите свой прогноз. Обязательно присылайте донаты, чтобы кубышка призовая росла. Только я не напомню, что нужно присылать донаты, чтобы была большая призовая кубышка. Вы и не присылайте. С каждым месяцем эта призовая кубышка маленькая. Первый раз там было 5 с лишним тысяч. В прошлый месяц было 2 400. Сейчас даже еще пока 2 000, к сожалению, не накопилось. Так что, дорогие друзья, участвуйте обязательно в конкурсе. Ну а если вам это видео понравилось, вот такой краткий обзор. Сегодня краткий обзор. Я сейчас вынужден срочно уехать вечером по делам. Поэтому видео короткое. Если видео понравилось, обязательно поставьте лайк. Если видео не понравилось, тогда ставьте дизлайк. Отблагодарить канал вы еще можете помимо того, что поставить лайк, вы можете данное видео отрепостить, чтобы помочь продвижению канала, чтобы данную аналитику услышало как можно больше людей. Как показало время, аналитика на данном канале правильная и ведет к хорошей-хорошей прибыли. Ну а одновременно с этим вы можете проспонсировать данный канал с помощью кнопочки «Спонсировать», которая есть рядом с кнопкой «Подписаться на данный канал». Ну а бонусом за то, что вы проспонсируете, там есть одно видео, как снимается наше видео. Ну и второе видео – это прямой эфир с прошлой недели. Прямой эфир из закрытого чата. Двухчасовой прямой эфир. Называется «Вопрос-ответ». Конечно же, подписывайтесь на мой открытый телеграм-канал. Там выходят самые свежие новости. Там публикую иногда свои сделки, тех, которых я уверен, и которые уже стабильно можно впустить в массу. Ну и самое главное – подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Зене. Там каждое утро публикуются статья по аналитике того или иного дня, то видение, как будет торговаться рынок, и каждый день фактически все эти прогнозы оказываются верными. Но помимо этой статьи «Настроение рынков», там публикуются различные фундаментальные аналитики по рынку и, конечно же, по акциям. Сегодня там был разбор техническим анализом акций «Газпромнефть». На каких уровнях подбирать. Ну и самое главное – каких уровней нам сейчас примерно ждать. Вот эта статья. Обязательно заходите, читайте, подписывайтесь на меня в Яндекс.Зене. Ну а я с вами на этом, дорогие друзья, уже буду прощаться. Поехал я по делам. Пока-пока. 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 Продолжение следует...